Приветствую вас, сразу давайте определимся с вами, что психологи не ставят диагнозы и не, значит, не занимаются лечением, да? Лечением занимаются психотерапевты, вот, психиатры, соответственно, именно они могут диагностировать у вас какое-либо заболевание, и именно они могут и имеют, в общем-то, на это право назначать вам какое-либо лечение. С точки зрения психологии, с точки зрения психологии, вот, если говорить о том, что с вами происходит, то в детстве вами от родителей был получен очень серьезный запрет, ну, например, запрет на сближение, допустим, с людьми. То есть не только с друзьями, да, не только там с какими-то незнакомыми, да, но и вообще со всеми. То есть вы, грубо говоря, себе не позволяете сближаться, вы, грубо говоря, запрещаете в себе сближение, и вот, собственно говоря, это именно то, что с вами сейчас происходит. Ваше поведение, то есть вот то, что вы делаете, да, то, что... Это именно то поведение, которое вы пытаетесь реализовать в надежде на то, что родители ваши, как бы заметят вас, одобрят, поймут и так далее. То есть это та модель поведенческая, которую вы используете для того, чтобы быть ближе с родителями, потому что родители вам запрещают. Отсюда, собственно, и социофобические такие моменты, ну, проявления социофобические. Отсюда, соответственно, и заикание, скорее всего, ну, скорее всего отсюда же, я так думаю. Вот, и все остальные проблемы связаны с тем, что вы, ну, что вы не способны быть в обществе, не способны находиться с другими людьми рядом. Значит, про одиночество вы ничего не сказали больше, кроме столько того, что в университете есть парень, сидим с ним за одной партой, но нет дружеских отношений. Кроме того, что вы написали это и то, что у вас с самого детства не было друзей, про одиночество вы больше ничего не сказали. То есть здесь момент такой, что либо вы не отрефлексировали, ну, в полной мере его, свое одиночество. Либо вы его не отрефлексировали в полной мере, либо вы специально об этом ничего не сказали. То есть специально не написали, грубо говоря, что вас именно беспокоит. Ну, собственно, в одиночество. Но, так или иначе, в любом случае, одиночество это невозможность находиться с собой наедине. Нет, это невозможность быть с собой наедине. И, соответственно, если у вас существует такая проблема, проблема невозможности находиться наедине с собой, то я полагаю, что это непринятие себя. Ну, то есть вы не принимаете себя. Опять же, скорее всего, по той же причине, по которой у вас есть и все остальные проблемы. А именно то, что вас не принимали родители, мама вам чего-то запрещала, вот. Ага, соответственно, с папой у вас контакта как такового нет. То есть папа, он держится от вас в отдалении, скажем так. Вот. То есть здесь непринятие себя идёт. И то, что вы можете сделать, это, пожалуй, во-первых, перестать винить свою маму. Да? То есть это вот то, что попитывает такую вашу позицию негативную. То есть вот виновата мама, да, а отец их такое вот воспитание не очень хорошее и так далее. Но вы поймите, что жизнь-то она ваша. И живёте вы. И ответственность за свою жизнь сейчас несёте тоже вы. И если вы хотите избавиться, действительно хотите избавиться от своей проблемы, от своих вот этих сдерживающих факторов, то в первую очередь то, что вам следует сделать, это перестать винить кого-либо в своих проблемах. Потому что до тех пор, пока вы говорили, что это моя мама, это мой отец, это вот как бы они всё, это всё они там, ну, виноваты или как-то ещё. Вот, пока ситуация складывается так, вы, к сожалению, будете испытывать проблему. То есть начинать здесь нужно именно со взятия ответственности, в первую очередь. Во вторую очередь, рассмотрение отношения вашей мамы к вам. То есть строгое воспитание, которое было, ну и, наверное, которое есть, оно имеет, скорее всего, ведь свои, ну, причины, да, какие-то, я так полагаю. Именно строгое воспитание. И, соответственно, если вы, ну, хотя бы сперва постарайтесь увидеть, почему это строгое воспитание имеет место быть, да, то есть, ну, из-за чего оно, почему оно, стало возможным. Какую цель преследовала мама и преследует до сих пор. Какую цель преследует, например, папа и преследует до сих пор. Понимаете? То есть, если вы постараетесь для себя посмотреть на своих родителей не как на родителей, а как на людей, ну, вот просто, как на обычных людей, коими они, кстати говоря, и являются. Вот. То это знание с первым шагом к тому, что вы измените свою точку зрения и свое восприятие. Вот. Дальше я бы сказал так, что необходимо анализировать ваш внутренний диалог. То есть, вот, грубо говоря, вы боитесь, например, заговорить с людьми, да, ну, допустим. Или, вот, грубо говоря, вы боитесь, ну, я не знаю, чего-то еще, да. Допустим, вы боитесь, там, взаимодействия. Вы боитесь, там, еще каких-то вещей. Вот. Соответственно. Соответственно. Кто заставляет вас этого бояться? Кто или что запрещает вам, ну, быть более свободным по отношению к людям? Понимаете, вот эти моменты, эти моменты, именно эти моменты, да, их можно отследить. Они отслеживаются. И отслеживаются, скажем так, предписания, которые дают вам родители. В данном случае. То есть, есть мама, которая, ну, вообще говоря, наверное, по-своему о вас заботилась. Есть папа, у которого тоже есть свои какие-то проблемы. Скорее всего. Но вы всего этого не знаете и считаете, что родители, они просто, вот, к вам относятся, ну, вот так, потому что вы такой. Ну, вот, не знаю, заслуживаете вы того, чтобы к вам так относились. На самом деле, это, конечно, не правда, и вы не заслуживаете этого. Но правда в том, или можно сказать, парадокс в том, что родители с вами взаимодействовать, к сожалению, по-другому не могут. То есть, у них нет для этого ресурса. Для того, чтобы взаимодействовать с вами. Так как, например, вам этого хочется. Вот. Они бы, может быть, и рады бы. Но не могут. Такова их особенность. Специфичная, может быть, особенность. Их поведенческая модель. Модель. И в глубине души, сейчас, на данный момент. Вы уверены в том, что если. Если я буду таким, то есть, вот, таким тихим, таким, значит, нелюдимым, да, и так далее, то родители меня примут. Родители меня полюбят. И родители меня, может быть, заметят. Это иллюзия. Это не так. Но когда-то, когда-то, вы такое решение приняли. И вот вам нужно вернуться мысленно, хотя бы, хотя бы в то время, когда вы принимали такое решение. Да. И прикрутить в голове вот это вот событие. Прокручивать в голове вот это вот событие. Событие, что ваши родители от вас хотят. То есть, то они говорят, то им нравится. Каким, по-вашему, вы должны быть, по их мнению. Вот. Вот нужно, нужно постараться найти, найти вот эту вот точку отсчета. Чтобы вы увидели сами, когда вы решили быть таким. И почему. Ну, решили вы, почему понятно. Потому что вы хотите, чтобы родители вас как бы заметили. Все это ради одобрения родителей. Вот. Если вы будете прислушиваться к себе, и если вы, во-первых, увидите то, что родители вам хотят донести, то, что родители хотят, чтобы вы делали. То есть, если вы увидите это, ну, вот этот момент, если вы увидите, вы сможете отслеживать его и пресекать. То есть, вы сможете, как бы, говорить своим родителям, которые, которые, судя по всему, заставляют вас быть таким, да, ну, осознанно или неосознанно, они дают вам это. Вы сможете противопоставлять им себя, свою позицию, свою точку зрения, либо вы сможете создать нового любящего родителя, который бы вам разрешил быть тем, кто вы, например, да. Вот. Естественно, что это работа. И, к сожалению, это не делается так легко, как, ну, может быть, как хотелось бы, да, это не происходит так легко, к сожалению. Вот. Поэтому книги, книги и фильмы, учебные материалы вам не помогут. Именно потому, что тут нужна именно работа с вами. Вот. Ну, и то, что я сказал. Да? Вот. Дальше, к вопросу об одиночестве. Можно выяснить так, что поскольку одиночество есть непринятие себя, то есть вы себя не принимаете, то что сначала, сначала, и нужно постараться выявить, что именно и почему вы в себе не принимаете, по какой причине вы в себе это не принимаете. Почему вы считаете, что это плохо? Вот. Кто сказал, кто решил, кто внушил вам, что это плохо? Вот. Откуда у вас такие мысли взялись, то это плохо. Да? И так далее. То есть, то есть, здесь нужно, чтобы вы обязательно постарались встать на путь принятия себя. То есть, тут можно позадавать себе такие вопросы, а вот кем бы я был, если бы у меня не было этих качеств, которые я считаю плохими. Вот. Вот. Как мне эти качества, которые я считаю плохими, помогают? То есть, ну, где они приносят мне пользу? Вот. Кто решил, что они плохие, да? То есть, кто решил, что они вредны и почему они вредны? И как представление того же человека, который, грубо говоря, решил, что это вред, ну, вредные качества, да? Значит, соприкасаются с вашими представлениями. То есть, здесь вот можно задавать себе такие вопросы. Дальше идем. Вы сами для себя определяете качества негативные свои, да? То есть, то, что вы в себе не принимаете. Как наличие вреда. То есть, если вред есть, то в данный момент времени определенное качество было, значит, ну, использовано или применено неправильно. Да? То есть, вред вам. Вред вам – это единственный критерий, по которому определяется вред или польза того или иного качества. Вот. И не более того. Это важно понимать. Дальше идем. Дальше идем. Следующий важный момент. В то, в чем вы уверены, то, что вам интересно, то, что вас интересует, да? То, к чему у вас есть живой интерес. Это также очень важный момент. Почему? Именно на этой почве вы будете сближаться с людьми. Именно об этом вы будете говорить. Но, но, нужно понимать, обязательно нужно понимать, что если вы в чем-то уверены, да? То есть, ну, уверены в том, что это вот ваше и так далее, то обязательно нужно, чтобы вы это в себе приняли. То есть, без принятия того, что вам интересно, не получится. Понимаете? Поэтому здесь вот такой важный момент. То есть, либо вы принимаете то, что вы, то, чем вы занимаетесь, принимаете то, что вам важно, интересно, и продвигаете это, либо, соответственно, либо нет. Вот. Это то, что вам нужно делать. И, опять же, наличие или отсутствие вреда определяет ваши личные границы. Но постарайтесь здесь различать то, что вас задевает, например, и тогда с этим нужно разбираться, почему вас задевает. Вот. И, соответственно, подумайте, почему вас это задевает, что неприятно. Что вызывает, вызывает неприятность у вас. К этому, вот именно, ну, в этом, что вызывает раздражение, что вызывает негатив. Понимаете? Если вы сможете для себя эти вещи выявить, то, опять же, вам будет легче самому. Потому что вас не будет тревожить так сильно то, что вас задевает. А любые факты, совершившиеся этого, вы будете воспринимать как, ну, возможность для собственного развития. Вот. Что еще можно добавить? Что еще можно добавить к этому? Обязательно, обязательно постарайтесь найти время на индивидуальные консультации. Вот. Одну, две, может быть, три, если средства не позволяют больше, больше. Вот. Но постарайтесь. Это важно для вас, если вы действительно хотите избавиться от своей проблемы. Ну, понимаете? Тем более, что вы работаете. Вот. А ценовой диапазон у хотя бы наших экспертов на сайте довольно большой, и есть там и пять тысяч, но есть и пятьсот. Вот. Вроде бы я видел, я видел четыреста или триста, триста стоит час. Вот. Ну, или, может быть, полчаса. Вот. Поэтому обязательно подберите себе такого психолога, кто по цене бы вам подошел, и поработайте с ним. Обязательно. Обязательно. И обратите внимание на то, что вы пишете, я учился, работаю, не курю, не пью, наркотики не употребляю. К чему вы это написали? Зачем вы это написали? Может быть, это и плохо, что вы не позволяете себе иногда выпить? Может быть, это и плохо, что вы не позволяете себе иногда дотянуться? Я не говорю про наркотики, потому что всё-таки сразу вызывает привыкание, да? Но вы себе не позволяете расслабиться, вы постоянно в напряжении. Вот. И именно это мешает вам взаимодействовать с тем, что с вами происходит. Именно это мешает вам чувствовать себя более свободным. Понимаете? Процессируйте, для чего вы это написали? Вот прямо первая строчка. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи и яněзasm. nets お